Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера» и в кресле гостя в нашей дачной беседке сегодня заслуженный артист России Валентин Смирницкий. Здравствуйте! Здрасте! Слово «антреприза» в некоторых случаях, я не буду говорить так грубо, становится ругательным, но вот какая-то такая ситуация иногда складывается. Может быть, из-за начальных этапов работы антреприз? Да, конечно, из-за начальных этапов работы, ну, как сказать, все легко ломать и трудно строить. У нас в свое время был разрушен, как был разрушен кинематограф, кинематографический прокат, как вам известно, всем нам известно. Вот, теперь пытаются это все восстановить, пытаются создавать заново российский уже теперь кинематограф. То же самое и с театром-то, в общем, произошло. Потому что очень легко все поломали, все разрушили. А потом, из-за финансовых возможностей, там, и так далее, и так далее, театры нарушили свой нормальный творческий процесс и ход. То есть, ну, например, я в 40 лет работаю в театре. Много. С 65-го года у меня получается как в 37. Ну, в 38. Да, 38. Ну, почти 40 лет. Ну, господи. Вот. Вот какая я вредливая, противная. Я работал в разных театрах и в государственных театрах. И была такая практика в том, в Советском Союзе, что театры выезжали на гастроли. Каждый год это была, как сказать, ну, это была такая разнарядка Министерства культуры Советского Союза. Мы ездили по всем нашим союзным республикам. Ныне, так сказать, уже... Но это уже было глобально, спектакльно, стационарно. То есть, театр вывозил свой репертуар и показывал его, скажем, там, я не знаю, в Узбекистан, в Таджикистан, я не знаю, на Украину, в Белоруссию и так далее, и так далее, и так далее. Потом все это рухнуло. Финансирование прекратилось государственное? Прекратилось финансирование. Обеднела культура, обеднело Министерство культуры и так далее. И уже невозможно было на государственные деньги это делать. Но эту нишу надо было чем-то заполнять. Ну, были там какие-то творческие встречи с известными актерами, актерами кино, театры и кино такими, как бы. Но эта форма все-таки несколько другая. А зритель хочет театральных зрелищ, естественно. И никуда от этого не денешься. И нашлись люди предприимчивые, там, бывшие работники филармонии, я не знаю, и так далее, и так далее, которые стали организовывать такие театральные агентства, театральные, значит, прокатные агентства, которые, значит, стали доставать какие-то деньги спонсорские, стали приглашать известных актеров, прежде всего, естественно, потому что зрители привлекают все-таки имена. Узнаваемость. Узнаваемость, имена и так далее. И стали делать вот такие, как говорят, антрепризные спектакли, такие сборные. На первом этапе это делалось небольшими деньгами, поэтому это все носило вид такой, несколько убогий. Хотя были среди всего этого, значит, количество спектаклей, были спектакли очень хорошие, очень приличные и так далее. Вот в тот момент вот эта антреприза и получила, так сказать, свое такое, ну, как бы отрицательное. Сейчас все видоизменилось достаточно сильно. Сейчас крупные антрепренеры все-таки создают на большие деньги хорошие спектакли, настоящие спектакли, приглашают дорогих, хороших сценографов, делают очень красивые, хорошие декорации и так далее. Но принцип, как бы, сбора актеров, он сохранился. Это вообще старая русская традиция, между прочим. Она идет из... Вспомнена об этом. Да, мы про это забыли, но это было. В те самые времена ведь были императорские театры когда-то, а все остальное это была антреприза. По всей России ездили антрепризные звезды, там какие-то знаменитые мамандальские, скажем, там приезжал в города, сели афиши и так далее. То есть мы вернулись к нашим баранам, грубо говоря. Ну, может быть, не в такой степени. Где-то ниже уровень, где-то выше, но тем не менее. И это все делалось ведь не только ради того, чтобы как бы заработать много денег, но это и во благо зрителя, потому что зритель хочет хороших театральных зрелищ, ярких, интересных. И видеть своих любимых артистов. И видеть своих любимых артистов. Вот и все. И все-таки, насколько в данной ситуации многочисленных антреприз для профессионального артиста, скажем, вашего уровня, важна привязка к стационарному театру? Вот сейчас вы работаете в Театре Луны. Для меня не важна совсем. В Театр Луны я попал как бы совершенно случайно. Я к этому театру отношусь очень хорошо. Это московский, такой достаточно известный, такой немного даже скандальный, скажем так, театр. Вы руководитель Сергея Проханова? Да, Сергей Проханова. Вот, но там тоже система антреприз существует, между прочим. Но спектакли вашего театра попасть далеко не просто. Далеко не просто, но тем не менее, все равно играет там Дмитрий Певцов, артист театра Ленинского комсомола, играет Андрей Соколов, артист театра Ленинского комсомола. Виноградов играет. Играет Сергей Виноградов, артист театра Моссовета и так далее, и так далее. Я могу еще много-много-много фамилий называть. Есть еще много проектов, на которые приглашаются тоже известные всякие артисты. Так что, как сказать, он муниципальный официальный театр, как бы. Он финансируется муниципалитетом московским, так сказать, управлением культуры, так называемым. Но, тем не менее, принцип все равно. Уже от этого никуда не денешься. Кстати, вот «Ночь нежна» просто потрясающий спектакль. На него просто не пробиться. Вот попало один раз, невозможно осуществить второй раз. Что же за секрет такой в вашем театре? Потому что обстановка действительно какая-то. Зал небольшой, очень домашний. Во-первых, чеф нам дали большой зал. Хотя театр «Луны» один из немногих таких вот театров муниципальных, которые очень много гастролируют по России, за границей и так далее. И его многие-многие все-таки видят по России. Слава тебе, Господи! И все-таки вот между, насколько я понимаю, между поступлением в театр «Луны» и театром на «Малой Бронной» был промежуток где-то в вашей жизни приблизительно лет в 10, если я не ошибаюсь, да? Был, да. И что происходило в этот промежуток, кроме киноработ? Я не случайно спросила о важности привязки к специаналу. Скажу, происходило. Я выпустил несколько достаточно интересных театральных проектов антрепризных. Я сыграл... Когда уже была антрепризная? Конечно, была, да. Я сыграл две пьесы Пинтера, одну из которых «Любовник» я как раз и сыграл на базе театра «Луны», после чего я туда был приглашен. Потом мы с Василием Борисовичем Ливановым, ну, вернее, он, я в этом принимал априори такое участие, как его приятели, как его коллега и давний друг. Вот мы создали театр «Детектив» так называемый, который просуществовал 4 года на Лубянке. Вот и Виталий Соломин покойно принимал в этом участие. Там был такой своеобразный репертуар, ну, как своеобразный, то есть, ну, театр «Детектив» он как бы определял жанр. Хотя жанр «Детектив» очень широкий. Я начинаю с «Братьев Карамазовых», там и «Гамлет» даже подходит под этот. Ну... Он у меня в «Детективной истории», тем не менее. В общем, не поспоришь. Да. Вот. Вот это происходило. Я снимался в кино. Вот. Так что я как бы на месте не стоял. Все время чем занимался. При таком огромном количестве киноработ, я насчитала порядка 50 фильмов. Да, наверное, больше. И не моя математика меня подвела. Ну, не знаю. Да у нас там в Союзе кинематографистов мы такие заполняем анкеты, где там все записано подробно. А вы сами не считаете? Нет. А зачем? При огромном количестве театральных работ, спектаклей, антрепризных, на стационарных площадках, многие... Ну, так есть. И ничего с этим не поделаешь. Когда говоришь, Валентин Смирницкий, говорят «Портос». Этот момент, он не стесняет вас? Нет, совсем. Ну, под это попали же многие актеры очень известные. Я не хочу себя с ними сравнить, безусловно. Они, наверное, более крупные, интересные актеры и так далее. Ну, там, я не знаю, там... Начиная с великого театрального актера, педагога. Борис Ивановича Бабочкина, понимаете, который снялся когда-то в Чапаеве. Ну, вот над ним, это Чапаев, сколько лет он над ним витал и висел. Ну, что делать? Вот. Ну, это даже был не телевизион, не сериал никакой. А это был фильм ранний тогда, но был настолько знаменитый, вот так поставил на актере Бабочкине. Хотя он был потрясающий актер, я имел счастье, возможность наблюдать его в малом театре, как великолепного театрального актера. Но вот у него в дальнейшем кинографическая судьба не сложилась. Не было таких вот работ, которые бы перебили, как бы, это дело. Но, тем не менее, он от этого не стал ни меньше, ни менее крупным артистом. Он был потрясающим педагогом, много лет преподавал в Абгике, вырастил массу известных наших актеров в кино и так далее. Насколько я знаю, вы продолжали поддерживать дружеские отношения с теми людьми, которыми работали на фильме о трех мушкетерах, вот с Михаилом Боярским и со старыми. Продолжаем поддерживать, да. То есть до сих пор? До сих пор. А была такая замечательная идея, но я, насколько помню, это происходило еще до момента дефолта, снятия финала, окончания трех мушкетерах. Ведь у Дюма есть какой-то исход. Нет, у нас даже была она достаточно оригинальная. Мы, как бы, придумали фантазию на тему Дюма. Вот, и такая была хорошая идея, интересная. Потому что они, как известно, они все-таки у Дюма, кроме Д'Артаньяна, все погибают. Они все-таки там, у каждого по-своему заканчивается жизнь. Вот, и мы придумали такой забавный ход и нашли очень приличные деньги. Но случился вот эта история с неприличным названием «Дефолт». И все это, к сожалению, рухнуло. Сейчас, вроде бы, режиссер Хелькевич пытается как-то это реанимировать и что-то придумал свое. Я во всех газетах об этом читаю. Конкретно я ничего не знаю. То есть мне конкретно не поступало никакое предложение. Вот, но, тем не менее, газеты постоянно печатают, муссируют это в России. И так далее. Вот, вы сейчас просто сказали, мы придумали продолжение, да? Мы придумали, я вам скажу. То есть это сценарный? Вы сами писали сценарий? Нет, мы придумали идею. И мы искали сценариста и нашли. И нашли, хотели найти именно молодого сценариста, ну, не испорченного. Такого, со свежей головой. С хорошими идеями, чтобы он нам что-то подкидывал. Потому что мы не сценаристы, мы артисты, естественно. Но мы придумали так называемую рыбу. Вот, как бы, что бы нам хотелось. Вот сюжет некий какой-то. А все остальное мы отдавали как бы ему на откуп. То есть и на данном этапе можно говорить, что сценарий написан? Не совсем, не до конца. Не успели, не успели. А при такой огромной загруженности, насколько я понимаю, тем не менее, остается время на личную жизнь? Ну, остается немножко, к сожалению, но остается. В прессе, ну, наверное, было бы неправильно обойти этот момент вниманием. Ну, это... Очень активно муссировалась тема вашей четвертой женитьбы. Ну, муссировалась. Да нет, ну, это наполовину. Хотя я не... Что в ней правда, что нет? Ну, правда то, что, как сказать, у меня есть женщина, с которой мы действительно как бы решили это сделать. А все остальное это, как сказать, на 80% фантазии нашей желтой прессы, которая подхватила где-то, вытащили какие-то фотографии из интернета. Ну, как всегда это бывает. Честно, несложно сделать так. То есть сделали некую компиляцию там и так далее, и так далее. Ну, и запустили эту утку рекламную. Им это выгодно, наверное, я так понимаю. Ну, судиться с ними глупо, да и не хочется. Просто денег у меня нет, вы понимаете, чтобы заниматься и не времени, и не денег, чтобы там что-то опровергать. Потому что половина это неправда, они что-то перевирают. Ну, я к этому отношусь равнодушно. Когда вот человек достигает уже определенного уровня опыта, актерского опыта, творческого опыта, возникает ли желание передать этот опыт? То есть предполагаете ли вы заниматься педагогической деятельностью? Вы знаете, мне много раз предлагали, но это было давно. Я просто очень хорошо знаю, что это такое педагогика. Я с этим сталкивался, но в силу всяких разных обстоятельств. Вот, и это такое ответственное дело, что я бы на это никогда не пошел. Почему? Ну, я не готов к этому делу. Вы знаете, это очень ответственное дело. Этим надо очень многим пожертвовать, и в частности даже своей профессии. Для того, чтобы всерьез заняться педагогикой. Потому что сидеть одним местом на двух стульях всегда очень трудно. Понимаете? В данном случае, что такое педагогика? А тем более педагогик театральный, скажем так. Это вы набираете там, я не знаю, 20 человек, курс людей. Наивных людей, верящих, так сказать, в то, что они вот когда-то станут знаменитыми, звездами театра там и так далее. Они одержимы, фанатичны и так далее. И ты отвечаешь за их судьбы в самом серьезном образом. Ты должен каждого из них проследить, попытаться в каждом из них чего-то найти. Либо, как сказать, сказать, взять на себя право мужества и сказать ему, нет, милый мой, тебе этим делом заниматься нельзя. Это дело очень ответственно и тяжелое. Психологически тяжелое и нравственно тяжелое. Вы знаете, я на это бы не пошел никогда. Нравственно тяжелое. Вот есть такое мнение, что я, кстати, ни в коем разе, это мнение не мое, я не претендую на его безапелляционность, но тем не менее вот такая позиция есть, что хорошие актеры – это люди с расшатанной психикой, с неуравновешенной психикой. Потому что когда стабильно и нормально, невозможно переходить из состояния. Все актеры ненормальные. Это известно, а это вы можете не говорить не с актерами, а с докторами. Они все это вам могут подтвердить. То есть не может быть артист с нормальной, ну с точки зрения, так сказать, наших бытовых определений, нормальной уравновешенной психикой. Потому что вообще весь процесс работы – это, как сказать, подключение своей психофизики. Обязательно. И поэтому, как сказать, тут весь вопрос в том, кто как быстро умеет восстанавливаться. Ведь многие люди нашей профессии на этом ломались, погибали, попадали в сумасшедший дом, спивались там и так далее. И судеб таких миллионов известных актеров и так далее. Поэтому такое большое количество распадов семей среди актеров? То есть это переносится в бы... И поэтому тоже. И поэтому тоже, безусловно. Я это очень много в своей жизни наблюдал. А вы сами переносите в быт домой, уносите события, которые происходят в театре, допустим? Ну, стараюсь, 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 так как я человек опытный и уже прошел все-таки большой период жизни в этой профессии. Стараюсь как бы дома, вот как я сказал, восстанавливаться, отвлекаться. Трудно, но стараюсь. А что вам помогает восстанавливаться и отвлекаться? Ну, отвлекаться, ну, какие-то хобби, я не знаю. Какие? Ну, я не знаю, ну, примитивно. Вот сразу и конкретно. Ну, примитивно, ну, я не знаю, ну, хорошее чтение, я не знаю, там, я не знаю, какие-то компании хорошие, пикники, там, я не знаю, отдых какой-то приятной компании. Я не знаю, там, я люблю животных, например, понимаете? Ну, много, господи, ну, находишь себе массу, массу, как сказать, отвлекающих моментов. А где вы любите отдыхать? Вот на даче любите? Люблю, люблю. А своя дача есть? Нет, у меня долгое время, вот, с моей преддочей жены была, вот, как раз, недалеко здесь, дача Валентиновки, но мы развелись, вот, дача осталась у нее, так что, я здесь 20 лет прожил у вас, так что я ваш Королев очень хорошо знаю. А находится ли у вас время самому бывать в театре, в качестве зрителя? Или это невозможно? Находится, но редко, во-первых, потому что действительно очень напряженный и гастрольный, и кинематографический график. А потом, как вам сказать, ну, что-то не очень заинтересовывает пока, что нет такого вот, что, вот, бывает такой, выходит спектакль, вот, тебе непременно хочется его посмотреть. Пока вот за последнее время, ну, у меня вот таких театральных вот манков не было, не было такого манка, чтобы мне вот так вот, ну, просто вот кровь из носа хочется пойти, там, скажем, на мюзикл, Чикаго. Не хочется мне. Мне тоже не хочется. Вот и все. Ну, я говорю, что, хоть ты застрели меня. А если не говорить о последнем времени, скажем так, есть какие-то спектакли, которые, ну, вот, если мы абстрагируемся от временного промежутка, которые бы вам хотелось увидеть самому, или которые вы уже видели, которые для вас бы являлись, ну, я не могу сказать, идеалом, ну, каким-то вот таким спектаклем, который хотелось бы видеть. Ну, наверное, в спектакле Петра Новича Фоменко. Я, к сожалению, у него давно очень не был, но... Ну, так театр Фоменко живет и здравствует? Ну, не получается, по времени просто не получается. Ну, например, вот я бы хотел смотреть его спектакль. Я его очень уважаю как и личность, творческую личность, как человека. Я с ним очень давно знаком. Мне даже довелось когда-то в молодости с ним работать на «Малой Броне». Вот, наверное. А если говорить о кино, фильмы, ваши предпочтения в кино, как профессионального актера и как зрителя? Это сложнее. Сложнее, сложнее. Я кино все-таки, ну, уж если не в кинотеатр, то, по крайней мере, там, сейчас видеокассету можно взять, если уж очень хочется что-то посмотреть, и смотришь, естественно. Я понимаю, что это не то впечатление, так чисто зрительно. Формат не тот. Формат не тот. Но, тем не менее, все равно ты как профессионал из этого что-то можешь вытянуть, понять, хорошо это или плохо, и вообще качество этого дела, скажем так. Ну, не знаю, нет. Вот, вот, расхвальный всеми последний фильм «Кукушка», вот, Рогожкина. Он хороший фильм, и, как сказать, хорошо сделанный, но что-то вот там в конце как-то он как бы не доведен. И мне понравилось это все, он схватил массу премий, все, какие мог только схватить в нашем кинематографе, и Орлов, и Дник, и там, чертов ступи, и Московский кинофестиваль. Но, тем не менее, я все-таки не считаю, что этот фильм, который сейчас самый у нас, как бы, так сказать, ангажированный и получивший столько премий, является вот таким лицом нашего сегодняшнего кинематографа. Ну, а все-таки, если не говорить о современности, вот, в современном этапе, ваше предпочтение в кинематографе? Предпочтение? Актерские, режиссерские? Ну, у меня много предпочтений было, вы знаете, я столько перевидал режиссеров и замечательных актеров, с которыми мне посчастливилось вместе сниматься в кино за мою большую жизнь. В общем, было масса предпочтений, я многому научился, я не знаю, тот же, там, при всей его, как на сегодняшний день, одиозности, некоторые там, ну, первые фильмы Никиты Сергеевича Михалкова, это все-таки шедевры, это вот, да. Способь среди чужих? Ну, почему? «Раба любви», «Механическая пианино», я не знаю, «Обломов», это потрясающая картина. Там, я не знаю, «Данелли» ранний, «Осенний марафон», там, ну, и так далее, и так далее. Ильдар Александрович Рязанов молодой, сейчас, что-то он, кстати, постарел, как-то его потянуло в какую-то странную сторону. Вот. Да нет, ну, можно называть и называть, там, и Андрон Кончаловский, и Тарковский, да господи, что называть, столько, и Бондарчук был потрясающим режиссером. Понимаете, ну, я все это видел, и в самых лучших проявлениях. А вы сами не хотели бы заниматься режиссурой? Сам нет. Почему? Да трудно вам сказать. Тут, наверное, какая-то непонятная вещь. Это в человеке должно либо вот как-то вот этот винтик как-то, я не знаю, сработать, что ли? Нет. Может быть, я такой умертный человек. Ну, а вот смотря, допустим, спектакль, ну, нет желания поправить? Вот у вас в антрепризном спектакле есть молодые актеры. Вы как-то подсказываете, помогаете? Нет, ну, это совсем другая история, понимаете? Конечно, конечно, это совсем другая история. Это вот мы сейчас репетируем там, и до этого у нас такой замечательный спектакль есть «Слухи Нила Саймона», где мы, такая комедия положения, забавная, где играют очень известные актеры, и, так сказать, самых разных, как бы, школ и так далее. И мы много спорим, и друг друга поправляем, и стараемся. И в спектакле «Человек джентльмен», который мы завтра сыграем, и тут тоже масса у нас идет и споров, и все. Но это все, это не режиссура, а это естественный творческий процесс. И все равно над этим стоит режиссер, который преследует свою четкую цель, он нас выслушивает с большим или меньшим терпением, терпит нас, ругается с нами, где-то соглашается и так далее. Но все равно это творческий процесс, это совсем не имеет никакого отношения к режиссуре конкретно. Режиссура – это, как сказать, ну так если грубо, это вот у тебя в голове вот как появилась какая-то глобальная идея. Я не знаю там, ну вот ты ходишь, и она тебе давит. И вот ты должен ее где-то выразить. Я не знаю, если ты художник, то нарисовать картину. Если ты кинематографист, снять кино. Если ты театральный режиссер, сделать это на сцене. То есть вот это вот, это вот, это как болезнь некая, как вот такая мания, понимаете? Вот зачастую актерская профессия извне кажется достаточно благополучной. Ну, я не говорю уже о престижности профессии, она всегда была престижной. Сейчас я говорю о материальном благополучии этой профессии на сегодняшний день. Ну, относительно. Относительно. Относительно, если человек много работает, он, в общем, относительно материальный не знает. Ну, тоже это все относительно. Даже если он не снимается в рекламе? Ну, реклама это, ну, это не деньги. Это, так сказать, забава для молодых. Человек зарабатывает, если он в хорошем спектакле играет. Человек может заработать деньги, если он снимается в хорошем кино интересном и так далее. Ну, тоже все относительно. Все это как бы... Ну, можно ли говорить о том, что если уже сейчас появляются билеты на драматические спектакли по 3 тысячи рублей, актеры стали жить лучше? Ну, конечно, лучше. Потому что если зритель покупает на драматические спектакли билеты по 3 тысячи рублей, значит, он хочет купить эти билеты. Во-первых, появились деньги. Во-вторых, его это интересует. И это, естественно, отражается и на антрепренере, который продает этот спектакль, и отражается на зарплате артиста, безусловно. Как это все взаимосвязь? А как же? К сожалению, моему большому время наша программа подходит к концу. И у нас есть такая добрая традиция. В заключении наш гость имеет возможность обратиться к нашим и к своим зрителям с пожеланиями. Так что сейчас у вас есть такая замечательная возможность. Я хочу обратиться, так как мы выступаем на телевидении, который идет на все Подмосковье. Я хочу обратиться к зрителям Подмосковья. Чтобы они с удовольствием, чаще, не очень жалели денег, шли на хорошие спектакли, которые все чаще и чаще появляются в городах Подмосковья. И не только московские актеры их привозят, привозят и питерские актеры и так далее, и так далее. И среди них, поверьте мне, сейчас появилось очень много интересных спектаклей. Спектакли, которые яркие по форме, по сценографию, по содержанию, по пластике и так далее. И так что, если будет такая предоставляться возможность вам, не отказывайтесь от нее, а идите и смотрите. Это нас будет взаимно обогащать. Что ж, больше спектаклей хороших и разных в нашем родном Подмосковье. Любите театр, ходите в него. Вы смотрели программу «Подмосковные вечера» и нашим сегодняшним гостем был Валентин Смирницкий, заслуженный артист России. До встречи!